МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яркие инфрационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Собственное производство, выбор профессии и новый госпраздник. В Беларуси учредили День народного единства. Когда будем отмечать? Промышленность легкая, а труд тяжелый. Работники отрасли празднуют профессиональный день, где создаются бренды. Все врачи сегодня, медперсонал, одеваются именно в нашу защитную одежду. Священный долг. Новое пополнение приняло военную присягу, как это было. Да принять его на присяге ко мне. Есть. До свидания, школа. Выпускникам вручили аттестаты. Я думаю, что у них все получится, потому что наши дети самые лучшие. Кто в числе медалистов? Сменили теорию на практику. В Бобруйске прошло открытие третьего трудового семестра. Отработал строительный колледж на заводе РТИ. Где подработать этим летом? На страже порядка в режиме 24 на 7. Бобруйский отдел департамента охраны отметил юбилей. Здесь очень слаженный и очень профессионально работает коллектив. Сколько исполнилось? Большая семерка, волна непогоды и крушение составов. В Пакистане столкнулись два поезда. Как так вышло? От стильного образа до спецодежды. Работники легкой промышленности сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Среди передовиков города Славянка, Бобруйск, Трикотаж и Легпромразвитие. Качество продукции оценила Карина Гуревич. Тамара Ткачева не понаслышке знает, что такое отдать жизнь любимому делу. Почти 40 лет она трудится на Славянке. Начинала с резерва, но уже давно один из главных столпов четвертого цеха. За это время через ее руки прошли тысячи изделий. Куртки, пальто и даже медицинские халаты. Неизменным всегда оставалось качество. Берется изделие. Воротничок. Проверяем воротничок. Ну, все нормально. И вшиваем воротничок. Он будет вот так вот. Здесь же, за рядами новеньких изделий, молодые специалисты. Янина Агафонова на предприятии только третий год, но дело свое знает. Сейчас в ее руках чаще всего утюг и отпариватель. Но еще совсем недавно она, как и весь цех, выручала страну в непростое для всего мира время. Не успела девушка пройти распределение, как человечество застигло пандемию. Когда пандемия только началась, мы перестроили сразу шить маски. Ну, цех у нас так вообще, как публикуются на выпуске пальто, курток утепленных, базы и маски шить. Нормально, в принципе. Даже еще некоторые заказы были халаты, то есть одноразовые, специально для врачей. Приняли хорошо, коллектив у нас отзывчивый, все друг друга понимают, все друг другу помогают. Превосходное качество – словосочетание, которое характеризует работу Татьяны Комизоровой. Каждый шов и складка – ее персональная ответственность, но в первую очередь внедрение новых моделей в поток. Идеальная посадка вашего пальто в ее надежных руках. Непосредственно идет разработка технологической последовательности. Ну, и каждую операцию я должна определенно, каждой работнице, все элементы, ее непосредственно показать. Также должна уметь шить на всем оборудовании, чтобы могла работница показать, прежде чем от нее требовать штуку. Славянка – передовик не только города, но и всей страны. Швейная фабрика работает уже 90 лет, одевает белорусов и иностранцев. В год здесь производят 600 тысяч единиц продукции. Ранее предприятие едва ли не первым в республике стало массово выпускать маски. Миллионы изделий разлетелись по всей Беларуси. Прошлый год был у нас такой своеобразный. Мы работали по изготовлению защитной одежды. Более 11 миллионов масок было пошито. Около 700 тысяч комбинзонов, халатов. И эта продукция у нас сегодня имеется еще в ассортименте, но не в таком, конечно, количестве, как в прошлом году. Все врачи сегодня, медперсонал одеваются именно в нашу защитную одежду. Швея Ольга Солтан на Легпромразвитии работает уже 14 лет. Пришла сюда по совету сестры. В ее изделиях не трудятся медики. Профиль – спецодежда. Предприятие ориентировано больше на экспорт. Шьем по операциям рабочую одежду. К примеру, у меня карман, я сижу и работаю, ну, именно на своей операции. И заработная плата нормальная, и работа есть всегда. Ну, стабильная. Легпромразвитие – ранний силуэт. Основано в 1991-м, как цех по пошиву одежды. Сегодня здесь более тысячи сотрудников. Приоритеты компании – спецформа и обувь для таких российских гигантов, как «Газпром», «Лукойл» и «Транснефть». В год здесь производится 450 тысяч костюмов и почти миллион пар ботинок. Мы, наверное, одной из немногих шьем элитную спецодежду. Как бы ни звучало парадоксально, но спецодежда тоже бывает элитная. У нас она качественная, она у нас для вип-персон. Бобруйское качество – не пустые слова. Одежда и обувь, которая производится в городе, пользуются спросом далеко за его пределами. Предприятия имеют многолетний опыт работы с фирмами России, Финляндии, Великобритании, Франции и не только. Накануне профессионального праздника лучших специалистов легкой промышленности поблагодарили за труд и ответственный подход к делу. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Приемная компания, безвозмездное донорство и продуктовая корзина. Март расширил регулирование цен на социально значимые товары, что вошло в список. Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В Беларуси необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия. Об этом Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса. Цитата. «Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг-противник будет понимать, что с нами лучше не связываться», – отметил президент. Приемная компания стартует в Беларуси 15 июня. Профессиональные технические учреждения образования готовы набрать в этом году до 30 тысяч первокурсников, а среднеспециальные – почти 40 тысяч. Зачисление будет осуществляться на основе среднего балла аттестата. На отдельные специальности потребуется сдать внутренний экзамен. Донорство в Беларуси сделают безвозмездным. Такой документ уже внесен в парламент. Это международная практика. Тем, кто сдает кровь, не будут платить деньги, но предоставят другие бонусы. Например, компенсируют затраты на питание для восстановления после процедуры. Март расширил регулирование цен на социально значимые товары. В список включили крупу перловую, мясные субпродукты, колбасу варенокопченую, тушеную консервированную говядину и свинину, живую и мороженую рыбу, чеснок, соль и еще ряд позиций. В Беларуси учредили День народного единства. Он будет отмечаться 17 сентября. Эта дата стала актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921-м по условиям Рижского мирного договора и навсегда закрепилась в национальной исторической традиции. Клятва на верность новобранцы приняли присягу. Вчерские мальчишки стали полноправными защитниками Отечества. На глазах родных и близких они произнесли слова священного обета. Как это было, смотрите сейчас. К этому дню 21-летний Александр Калиновский готовился целый месяц. Часами отрабатывал строевые приемы. Были и первые стрельбы, и наряды. И вот долгожданный момент принятия военной присяги. Мне рассказывали, что здесь плохо кормят. Здесь дисциплина строгая. Пришел сюда, нас здесь отлично кормят. Дисциплина, конечно, есть, но не так, как рассказывали. На плацу 147-го зенитного ракетного полка 91 новобранец, в том числе из частей Борисова и Минска. Волнительно не только защитникам Отечества, но и их родным. Близкие в масках – все согласно эпидправилам. Светлана Калиновская признается, спустя 21 день не узнала сына, возмужал. Каждый парень должен пройти эту школу мужества. И как бы он готовился, Сашка, самый младший сын мой. У меня трое детей, поэтому младшему досталось служить в армии. Среднему не получилось. Он сказал, за брата, за себя. Клятву на верность Родине в этот день произнесли свыше 4 тысяч военных, которых призвали на срочную службу и в резерв. Торжественные церемонии состоялись практически во всех воинских частях страны. Также им в ближайшее время предстоит участие в учениях с боевой стрельбой на полигоне Домановском. Поэтому сейчас очень быстро будет идти проходить боевая подготовка. Они все молодцы. Мы рады, что к нам пришло выполнение. После присяги у новобранцев первое увольнение – время пообщаться с родными. Дальше уже военные будни, где вчерашним мальчишкам придется выполнять возложенные на них задачи. Особенностью призыва стала возможность службы в резерве студентов белорусских вузов сельхозпрофиля, которые заявили такое желание. Ольга Васенда, Андрей Богдан. Итоги недели. Юбилей в погонах. 55-й день рождения празднуют сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны. Только с начала года милиционеры пресекли 786 правонарушений, раскрыли 39 преступлений. С июня 96-го и по сей день более 200 бойцов обеспечивают безопасность офисов, квартир и наших жизней. В преддверии знаковой даты в Бобруйске собрались коллеги со всей области. Здесь же обсудили насущные вопросы, качество и объемы оказанных услуг, а также внедрение новых систем и видов охраны. Здесь очень слаженный и очень профессионально работает коллектив. Это те сотрудники милиции, которые очень качественно выполняют все поставленные задачи перед Департаментом охраны. Мне хотелось бы поздравить всех ветеранов, всех сотрудников с этим праздником. Пожелать здоровья, успехов, благополучия, финансовой стабильности, ну и крепкого здоровья. Уже после в Театре драмы и комедии гости оценили оружие и спецсредства Бобруйского отдела, а также охранную систему для квартир и торговых объектов. Финалом стал праздничный концерт и торжественное награждение нагрудными знаками служащих и ветеранов. Провальная операция. Суд вынес приговор по делу о поджоге табакерки. Троим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы. Хронологию событий восстановила наша съемочная группа. 7 октября 2020-го, без малого 22 часа. Местные жители готовятся к преступлению. На оперативных кадрах видно и слышно, как четверо мужчин обсуждают план действий. Сидя за столом в гараже одного из приятелей, подшучивают, мол, главное не попасться. Здесь же обсуждают, как украсть провода из коммуникационных колодцев, отравить воду и тестируют самодельную взрывчатку. Слабо замотал. Слышка большая, взрывом мало. С нее пострелять по белтовому. Слышка обычного автомата колосчиков хватит. За физический прицеп. Нет, вот это что-то тихое. По икору не можно было стрелять. С этого свинтареза можно стрелять. С чердака дома, который стоит на уикбово. А, это с трехсот. Ночь 10 октября. В МЧС поступает звонок. Горит киоск на Шмидта. Причины возгорания специалисты называют поджог. ОМОН задерживает всех самых трех местных жителей, которые, по информации ведомства, могут быть причастны к преступлению. Четвертый идти на дело не рискнул. Позже выяснится. Мужчины заранее поместили на крыше табакерки емкость с бензином и часовым механизмом, который впоследствии привели в действие. В заветном гараже оперативники находят пневматическое оружие, трафареты для надписей и предметы, которые могут быть использованы для изготовления самодельного взрывного устройства. У одного из задержанных изымают флешку, с фото и личными данными правоохранителей. К слову, он же известен общественности по резонансному делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Мужчина и есть тот самый таксист, за которого вступилось семейство букосов. Напомним, все произошло вечером 10 августа. Госавтоинспекторы остановили водителя для проверки документов, которых у него не оказалось. Стали составлять протокол. Собралась толпа. Призывы звучали самые агрессивные. Вдруг 53-летний мужчина нанес удар правоохранителю, а его 24-летний сын также без причины напал на сотрудника департамента охраны. Дебоширов приговорили к 2 и 4 годам лишения свободы. Следствие также устанавливает задержанные фигуранты еще двух дел. За несколько дней до пожара в киоске молодые люди пробили колесо в машине милиционера. А в конце сентября подожгли ветошь на железной дороге в Осиповичском районе. Так они решили остановить приближающийся поезд и создать задержку в движении ЖД транспорта. Двое признались и в участии в протестах в столице. Один расклеивал листовки в Бобруйске, оставлял надписи на лавочках в пешеходном переходе возле школы. 7 июня 16 часов. На скамье подсудимых Назарович, Василевич и Марьясов. С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств, Назарович, Василевич, Марьясов и Гаврилов с приговором суда Бобруйского района и города Бобруйска признаны виновными в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий. Пособничестве в порче имущества, незаконном изготовлении, хранении и ношении предметов, поражающего действия на основе горючих веществ, покушение на умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшее причине ущерба в особо крупном размере. Кроме того, обвиняемый Гаврилов признан виновным в ненанесении о готовящемся к тяжкому преступлению. Трем из обвиняемых судом назначены на наказание в виде лишения свободы. Назаровичу на срок 8 лет, Василевичу Марьясову на срок 7 лет 6 месяцев, Гаврилову ограничение свободы на срок 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Суд также конфисковал автомобиль как средство совершения преступления, которое принадлежит Назаровичу. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и протестован в апелляционном порядке. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. От экологии до экономики. В Горисполкоме прошел семинар по стратегии устойчивого развития Бобруйска до 2035-го. Участниками заседания стали представители органов госуправления, бизнеса, общественности. Промышленный потенциал и природные ресурсы – основные локомотивы развития города, подчеркивают экономисты. Но сегодня мало ими обладать, нужно грамотно пользоваться. К этому добавляют зеленую экономику. Именно она должна стать тем самым эволюционным шагом к достижению высоких показателей. В экологических проблемах у нас была выделена проблема образования отходов, их использование, их недопущение, их образование как приоритетная цель. Проблема качества воздуха в городе Бобруйске, включая загазованность города Бобруйска, улиц города Бобруйска и недостаточное озеленение города – это то направление, которое тоже волнует. И третье – это недостаточный уровень экологического просвещения, в том числе наших горожан, недостаточный уровень экологической ответственности наших производителей, предприятий. Это такие пока выделили три приоритетные направления, по которым рабочие группы будут работать дальше. Это не итоговое заседание рабочей группы. Специалисты будут трудиться дальше в удаленном порядке и консультироваться с экспертами. Достижение поставленных целей – задача не только руководства города, но и каждого жителя. Следующая остановка – взрослая жизнь. Учащиеся школы гимназии примерили ленты выпускников. Старшеклассникам вручили аттестаты. У абитуриентов начинается горячая пора. Впереди централизованное тестирование. Первая гимназия прощается с выпускниками 20-21. Абитуриенты – 55 старшеклассников. В их числе – 5 золотых медалистов. Вручает награды лучшим лично мэр города. Учреждение образования всегда славилось высокой подготовкой. 97% выпускников – студенты вузов. Нашим выпускникам я хочу только одного пожелать. Чтобы они, в первую очередь, определились в этой жизни со своим учебным заведением, со своим первым местом работы. Потому что уверен, тот багаж знаний, который они получили в своих школах, позволит им успешными быть именно во всех их начинаниях. Одна из медалисток – Полина Ступень. В заветном аттестате исключительно десятки. Любимые уроки – химия и биология. Кроме учебы, будущий медик преуспела в пении, французском языке, актерском мастерстве и даже игре на плете. Я хочу поступать в медицинский университет, на лечебный факультет, а в дальнейшем хочу стать акушером, гинекологом, репродуктологом. После вручения аттестатов – прощальный вальс. Затем звучат слова благодарности учителям за вклад в их детей и воспоминания о лучших школьных годах. Здесь же в небо запускают шары в форме сердца, как символ любви к своей родной гимназии. Я всегда говорю детям, чтобы они не боялись своих амбиций, ставили большие задачи и смело к ним шли. Я думаю, что у них все получится, потому что наши дети самые лучшие. Десятая школа стала вторым домом сразу для 53-х выпускников. Но пришла пора прощаться с детством. Честным трудом золотую медаль здесь заработали трое ребят. Их, без сомнений, ждет большое будущее. Бобруйские выпускники не раз прославляли город на республиканском уровне. Это будущее нашей страны, поэтому, естественно, эти ребята будут строить нашу страну, наше государство. Любой выпускник – это житель города, это тот человек, который в будущем будет работать. Будут создавать материальные блага. И для любого взрослого человека сегодня есть определенный момент волнения. А что будет дальше? Насколько они выберут ту профессию, которая им нужна? Вот это самый главный вопрос. В этот день волнуются не только вчерашние школьники, но и их родители. Ведь именно они вели свое чадо в первый класс, делали уроки и вместе с детьми переживали взлеты и падения. Вчера еще была ученица, да? А тут 11 лет, как один день пролетело. Вроде бы и горько расставаться со школой. Ну, будем говорить так, эмоции переполняют. В 2021-м аттестат об общем среднем образовании получают 1100 бобруйчан. Из них 52 выпускника – медалисты. Это на 12 наград больше, чем в прошлом году. Конечно, будем ждать их всех к нам, молодыми специалистами. Создадим все благоприятные условия для того, чтобы трудовая деятельность в нашем городе была прекрасной. Школы Могилевской области окончили 5000 11-классников. 363 ученика с отличием. Впереди у ребят напряженная пора. Централизованное тестирование начнется уже 16 июня с белорусского языка. Ольга Васендык, Ирина Гуревич, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Лето с пользой. В Бобруйске прошло открытие третьего трудового семестра. Путевки представителям студенческих отрядов вручила Бобруйская организация БРСМ. Церемония прошла в парке культуры и отдыха. В старте участвовали полтысячи бойцов. К слову, работа молодежных команд уже в самом разгаре. Это автотранспортный колледж, сейчас трудится завод на заводе ТАИМ, строительный колледж. Отработал строительный колледж на заводе РТИ. У нас приступил к работе не так давно студенческий отряд строительного колледжа на территории строящейся школы, Новый 35-й. Этим летом бойцы будут трудиться на городских предприятиях, а также в организациях Могилевской области. Профиль самый разнообразный – строительные, сельскохозяйственные, педагогические, экологические, сервисные, медицинские и производственные бригады. Заявки от молодежи поступают по сей день. В Могилевской области в студотряды планируют набрать свыше трех тысяч ребят. Борьба с коронавирусом продолжается. В поликлиниках города во все идет массовая вакцинация. Антиковидный укол уже получили порядка 8% жителей. Как записаться на прививку, знает Ольга Васенда. За день Юлия Задорожная принимает более 150 пациентов. В обязанности процедурной медсестры входит проведение прививок, уколов, забор крови. Однако сегодня специалист, которая уже переболела коронавирусом, сама пришла за антиковидным препаратом. 14-летний опыт работы подсказывает, казалось бы, болезнь позади, но вакцинации пренебрегать не стоит. Через нас проходит очень большое количество пациентов. Хочется защитить себя, свою семью, близких, поэтому прививаемся. Так как я болела в январе ковидом, подтвержденным ковидом, поэтому мне разрешили только через полгода. После общего осмотра и заполнения документов медику вводят первый компонент российской вакцины «Спутник ВИМ». Второй положен только через три недели. К слову, в день в первой поликлинике прививку против коронавируса делают порядка 120 человек. Для меня вакцинация – это прежде всего является снижение риска заболевания. Так как у меня еще и родители в довольно пожилом возрасте, то еще и риск заразить их. Я сама врач, дважды перенесла ковид, и поэтому считаю, что надо прививаться, чтобы был коллективный иммунитет. В Бобруйске уже привито около 8% жителей. Вакцины «Синофарм» и «Спутник ВИМ» есть во всех поликлиниках города. Чтобы записаться на процедуру, нужно обратиться в регистратуру. Сделать прививку можно с 18 лет. Сейчас реализуются первых два этапа, когда прививаются медицинские работники, фармацевтические работники, работники учреждения образования, работники социальной сферы и лица, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Также во втором этапе подлежат вакцинации лица старше 61 года и лица, имеющие хронические заболевания. Иммунитет начнет формироваться где-то через две недели после введения второго компонента. Но это не значит, что нужно пренебрегать мерами профилактики. Необходимо носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Круизная индустрия, гуманитарная ситуация и снежное лето. Австралию накрыла волна непогоды. Далее обзор громких мировых заголовков. Участники саммита G7 обсудили проблемы восстановления экономики после пандемии. В группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Эта встреча первая в очном формате за два года. Прошла за закрытыми дверями под лозунгом британского председательства «Восстановить лучше, чем было». Австралию накрыла волна непогоды. Из-за обильных осадков и сильного ветра, порывы которого достигли 33 метров в секунду, без электричества остались более чем 200 тысяч домов. Восникла угроза наводнений. В ряде районов повалены деревья, произошли оползни. По словам местных властей, такого здесь не видели последние 13 лет. Аварийные службы получили свыше 5000 звонков с просьбой о помощи. На юге Пакистана разбились два пассажирских поезда. Предположительно, один врезался в другой, который ранее сошел с рельсов. Свыше 30 человек погибли и десятки ранены. В обоих составах в момент крушения находились более 1000 человек. Власти заявили, они рассматривают все версии, включая умышленное причинение вреда. Гуманитарная ситуация в Эфиопии достигла катастрофического уровня. Стуль тяжелого положения на всей планете за последние десятилетия не было, заявляют в ООН. Всего нехватка продовольствия охватывает 5,5 миллионов человек. Это 70% населения северного региона Тыграй, где продолжается вооруженный конфликт. Сотни тысяч человек находятся на грани или за гранью настоящего голода. Круизная индустрия надеется отыграть многомиллиардные потери, вызванные пандемией коронавируса. За последнее время как минимум 5 компаний разорились. Десятки еще годных лайнеров отправлены в утиль. С тех пор, как вышел в роковой рейс Diamond Princess, который стал рассадником нового вируса, прошло уже полтора года. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруиск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя. 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 Продолжение следует...